Итак, сегодня начнем занятие по неравенствам в олимпиадной математике. Что больше, например, определить? 3 в степени 11 или 17 в степени 14? Видно, что 3 меньше, чем 17, но и степень у тройки меньше, чем 14. Поэтому все понятно, что знак будет меньше. А вот как делать неравенство такого, как 3 в 11, 31 в 11 или 17 в 14? Этот значок у нас превратится либо в больше, либо в меньше, либо в меньше равно, в больше равно, либо в равно. Мы пока не знаем, поэтому пишем такой значок. Вот как делать здесь? Здесь нужно заметить, что 31 и 17 находятся рядышком со степенью двойки. То есть мы можем записать такую последовательность неравенства, что 31 в степени 11 меньше, чем 32 в степени 11. А 32 в степени 11, мы знаем, что это 2 в пятой степени 11 будет. Но это, соответственно, равно 2 в степени 55. А 2 в 55 меньше, чем 2 в 56, которое равно 2 в 4 и в степени 14, равно 16 в степени 14. И это меньше, чем 17 в степени 14. Таким образом, мы понимаем, что 31 в 11 меньше, чем 17 в степени 14. Значит, как они берут? Вот 2 в 55 меньше, чем 2 в 56. Можно такое же неравенство самим придумать. Например, возьмем 3 в степени 45. Понятное дело, меньше, чем 3 в степени 46. Так, 3 в степени 46. Это, например, 46 мы как можем записать? Это на 2. Это 3 в степени 23 в квадрате. Или наоборот, или 3 в квадрате в степени 23. Это будет равно 9 в степени 23. А 45 на 5 поделим. Это будет 3 в 15 степени 5. Это равно у нас... Это у нас... 3 в кубе. Или наоборот, 3 в кубе в степени 15, что равно 27 в степени 15. То есть мы понимаем, что 27 в 15 степени меньше, чем 9 в степени 23. И вот тут надо рядышком написать. Например, это у нас будет меньше, чем 11 в 23, а 27 больше, чем 26 в 15. И вот, например, можно такую задачку придумать. Что больше 26 в 15 степени? Ну, понятно, что это меньше, чем 11 в 23. И мы можем написать 26 в 15, значок 11 в 23. И знак вопрос. Вот такую задачку можно задать. То есть нужно будет определить, с какими рядом степенями находятся. Вот такие задачи таким образом придумываются. Другой вид задач, например, 2 в степени 300 или 3 в степени 200. Тут мы наоборот делаем. Мы не к одному основанию приводим, а к одной степени. То есть 2 в 300. Это 2 в кубе в сотый. А тут 3 в квадрате тоже получается в сотый. И мы уже легко можем сравнить. Потому что здесь 8 в сотый. Дело меньше, чем 9 в сотый. То есть мы сделали одну степень и просто сравнили уже основание. А до этого мы, получается, делали как бы одно одинаковое основание, но разной степени. Вот 2 в 55, 2 в 56, 3 в 45, 3 в 46. А здесь у нас уже степени пошли. То есть 8 в сотый и 9 в сотый. Все понятно. Значит, следующее задание. Вот такое, например. 2 в сороковой степени или 3 в двадцать восьмой. Вот как здесь быть? 3 в двадцать восьмой. Увидим, что 40 делится на 4 и 28 делится на 4. Значит, вот оно решение. 40 делится на 4. Это будет 2 в десятый. В четвертый. И 3 в седьмой. В четвертый. Ну, 2, соответственно, степень одинаковая четверка. Значит, надо сравнить 2 в десятый и 3 в седьмой. 2 в десятый. Мы можем прям посчитать. Это известно. 1024. А 3 в седьмой. Это больше, чем 2000 будет. Больше 2000 будет. Это тоже понятно, да? Если просто перемножить. Ну, как это? 81 умножить на 27 просто. Взять да посчитать. Соответственно, какой знак? Ну, ясно дело, что знак вот такой будет. Вот. Такое задание. Значит, следующее задание. Это вот такой номер. Например. 2 в сотый. Плюс. 3 в сотый. И доказать, что это меньше, чем 4 в сотый. Вот. Это уже с плюсом, да? Как мы можем сделать? Ну, мы понимаем, что 2 в сотый. Оно меньше, чем 3 в сотый. Это правильно? Поэтому мы можем данное неравенство прислать в таком виде. Что 2 в сотый на 3 в сотый заменим. И получим 3 в сотый. Плюс. 3 в сотый меньше, чем 4 в сотый. Ну, и просто получается 2 умножить на 3 в сотый меньше, чем 4 в сотый. Вот. Ну, и просто здесь сделаем так. Поделим просто на 3 в сотый. Получим 4 в сотый. Делить на 3 в сотый. Значит, будет 2 меньше, чем 4 в 3. И тут в сотый. Но мы понимаем, что 4 на 3 уже в кубе. Уже в кубе. Это у нас получается 64 двадцать седьмых. Уже больше 2. А потом мы все время умножаем на число больше единиц. Соответственно, число, если больше 2 умножаем на число больше единиц, у нас число больше 2 все время и будет получаться. Поэтому это, в принципе, верно. Вот таким образом мы это неравенство и доказали. Значит, в качестве домашнего задания я могу предложить следующее. Найдите числа, степени чисел от 2, 3, 4, так далее до 12. Надо найти их степени, которые лежат от 1 до 10 тысяч. И построите эти степени в порядке возрастания. И также найдите пары чисел, разность между которыми отличается не более чем на 10. То есть это будет очень хорошее задание. Надо как раз именно понять, какие могут быть варианты степеней. И запомните эти числа. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok